Здравствуйте! В эфире программа «Камчатка. События недели». Меня зовут Анастасия Островская. Смертельная пуля от депутата, роковой рейс на Курильское озеро, скандал вокруг детского лагеря «Жемчужина», парковка раздора и обратная сторона министра. Эти и другие темы обсудим прямо сейчас. Вертолет с 13 пассажирами на борту упал в районе Курильского озера. Изначально было известно, что это был туристический борт. Экскурсия стартовала с аэродрома авиакомпании «Витязь Аэро» в Николаевке. Полет должен был составить 6 часов, и это были бы две остановки на территории Крановского заповедника. Первой точкой как раз должно было стать озеро Курильское, где и упал вертолет, заходя на посадку. Подробности начали прилетать быстро. Так же быстро, как подоспели на помощь сотрудники Южно-Камчатского заказника. Мы услышали звук приближающего вертолета. Был очень густой туман, около 100 метров видимость. После чего мы услышали, как предположительно, как лопасти вертолета ударились о воду. Видеть мы это все не видели. После мы спустили катера и примерно через 3-4 минуты добрались до места крушения. На месте обнаружили 8 человек в воде. Тут же их достали немедленно. Двое из них было в тяжелом состоянии. Доставили на кордон данных людей. Была оказана первая необходимая помощь. Стоит отметить, что температура воды на тот момент была примерно 5-6 градусов. Долго бы люди в ней не продержались, если бы не быстрая реакция сотрудников заповедника. Именно от их сложных действий в тот момент зависела судьба пострадавших. В спасении принимали участие 5 госинспекторов. Константин Лукашевский, Алексей Бецелев, Алексей Марандыкин, Евгений Денгис и Алексей Крутиков. Глава Минприроды Александр Козлов предложил наградить их медалями за спасение погибавших. Но в тот момент лучшей наградой было то, что половину людей, находившихся на борту, удалось спасти. Вертолет, упавший примерно в 800 метрах от кордона, затонул и опустился на глубину около 140 метров. К моменту прибытия спасателей на место происшествия стало понятно, что живых, к сожалению, искать не придется. Чудом выживших пассажиров доставили в краевую больницу в Петропавловске. Серьезная медицинская помощь понадобилась только двум из них. Они сейчас находятся в тяжелом состоянии. На сегодняшний день состояние у него тяжелое, стабильно тяжелое. Значит, сказали, что он вроде как истубирован. То есть дыхание у него самостоятельное. Самостоятельное. Он в сознании, ну, под медикаментозной седацией. Значит, что касается конечности пораженной, которая была вчера прооперирована. Значит, она на сегодняшний час жизнеспособна. Вот. Признаков воспаления или признаков гангрены пока никаких нет. Имеется, конечно, у него ишемия. Ну, я думаю, что пока на сегодняшний час вот так. Что касается второго пациента, который к нам поступил. С открытым переломом грудины. С повреждением. Рана проникала в переднее средостение. Значит, была выполнена также интенсивная терапия. Плюс у него еще перелом крыла подвздошной кости открытый. Значит, тоже находится сейчас реанимация в стабильно тяжелом состоянии. Под медикаментозной, ну, под интенсивной терапией. На сегодняшний день состояние у него не хуже. По крайней мере, стабилизировано. Что касается двух пациентов, которые к нам обращались вчера. Значит, 27 лет девушка ГИД. Значит, она была предложена госпитализацией по поводу черепно-мозговой травмы. Она отказалась, ушла самостоятельно. И мужчина был тоже с этой страшной аварией. Значит, он ушибы, ссадины. То есть, амбулаторная травма. Последние двое не то что в рубашке, а сразу в костюме родились не иначе. Двум пациентам, которые сейчас борются за жизнь, хочется пожелать крепкого здоровья и сил. Я думаю, они не зря выплыли с глубины, несмотря на серьезные травмы. Поэтому их близким нужно верить в лучшее. И в наших врачей. Что же до причин трагедии, то тут все непросто. Выжившие туристы рассказали, что все было штатно. Только вот сильный туман и почти нулевая видимость. О неполадках никто не говорил. Вертолет стал снижаться. Затем удар об воду, крен на нос и борт мгновенно затопило. Открылись задние створки вертолета. И это помогло спастись всем, кто смог добраться до хвоста судна. Виктор Стрелкин. Один из них выплыл с глубины почти 10 метров. Я просто спал, потому что была видимость никакая. И я понял, что что-то произошло, когда мне просто вода потоком ударила в лицо. Об этом трудно говорить, просто со мной сидел мальчишка, сын моего друга. Но я со сна даже не успел, если бы я был не сонный, я бы, конечно, успел его, ну, пока не менее, снять ремень. Дальше уж там как бы получилось. Тут, к сожалению. Вертолет предварительно был исправен. Следователи рассматривают три основных версии произошедшего. Среди приоритетных версий произошедшего рассматриваются неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования и техническая неисправность воздушного судна. Расследование дела на личный контроль взял Александр Бастрыкин. Сейчас следователи осматривают место происшествия, обломки и личные вещи пассажиров. Изъяли образцы топлива на посадочной площадке и назначили экспертизы. Генпрокуратура тоже пристально следит за ситуацией. Проверки по соблюдению требований безопасности при оказании туристических услуг проведет и Ростуризм. Утром пятницы на озере возобновили спасательную операцию. На Курильском озере продолжаются поисковые предприятия аварийно-спасательным отрядом Типоокеанского флота. Это совместно с МЧС России, совместно с сотрудниками Типоокеанского заповедника. На сегодняшний момент обследуются глубины 130-140 метров. С помощью глубоководного оборудования разрабатывается план подъема вертолета с помощью понтонов. Провели обследование береговой линии Курильского озера. Ничего не обнаружено, в том числе не обнаружено никаких масляных пятен, никаких разливов керосина. Многие спрашивают, говорят о экологической катастрофе. На Курильском озере нет, ничего такого нет, никаких признаков. Научные сотрудники мониторят как Камчат-Нерова, так и Крановского заповедника. Все туристические полеты над Курильским озером приостановлены. Да и не факт, что многие туристы самостоятельно не сдали бы свои путевки. Как, например, те люди, что должны были лететь, смотреть на сказочную красоту Курильского озера 12 числа, но по стечению обстоятельств им поменяли дату вылета. А теперь они даже комментировать происходящее боятся, думая о том, что на этом вертолете могли быть сами. В конце прошлой недели в некоторых телеграм-каналах начала всплывать информация о том, что на свалке в поселке Озерновском был застрелен человек. На месте преступления видели машину у местного предпринимателя и депутата Игоря Редькина. Слухи начали ходить разные, факт был один. На свалке в поселке погиб 30-летний Андрей Толстопятов. Сначала официальные источники хранили молчание, потом дело возбудили. И только 9 августа, спустя неделю, с момента убийства по подозрению в совершении указанного преступления, был задержан Игорь Редькин. Признание в содеянном от депутата было опубликовано 10 августа. В тот же день следователи предъявили ему обвинение. В поселке Озерновском из Большевицкого района Камчатского края имеется проблема. Поселок страдает от медведей. Игорь Владимирович, увидев, что несколько медведей направляются в сторону поселка со стороны свалки заброшенной, выдвинулся туда, чтобы спугнуть этих медведей, и они не пришли в поселок. Было достаточно уже сумеречно. Игорь Владимирович стрелял в медведя и был уверен, что это именно он, потому что свалка заброшенная, и людей там в вечернее особенно время нет. Позднее он узнал, что был застрелен человек. От следствия Игорь Владимирович не скрывается, работает со следствием. Оказалось, что это была действительно его пуля. Игорь Владимирович очень сожалеет о случившемся, готов оказать семье любую поддержку и помощь. Мы уже начали работать с семьей, но, к сожалению, вот такая трагедия произошла. Но тут уже на совести депутата все останется. В среду утром суд Петропавловска определил меру пресечения для Игоря Редькина. Процесс занял почти три часа. Слишком много «но» было в деле. Указанное в совокупности с имеющимся обвинением в совершении особо тяжкого преступления позволяет суду сделать вывод о том, что обвиняемый вне изоляции и контроля может скрыться от органов расследования и суда, показать давление на свидетелей по уголовному делу или иным образом препятствовать производству по делу. Поэтому считают необходимым избрать в отношении меру пресечения в виде домашнего ареста. В итоге депутата, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности, освободили в зале суда и отправили под домашний арест на ближайшие два месяца. Редькина, освободите с подстражи немедленно в зале суда. Еще один громкий скандал прошедшей недели, заставивший немало понервничать камчатских родителей. Речь идет о группе детей, которые отправились в оздоровительный лагерь за пределы региона. Но до места назначения добрались лишь спустя несколько дней, и то после поднятой шумихи в соцсетях и прокурорской проверки. Мы рассказывали об этой истории в выпусках новостей. Напомню вкратце. 29 камчатских школьников, отличившихся в учебе, спорте и творчестве, получили от Краевого министерства счастья путевки в детский оздоровительный лагерь «Жемчужина», который находится во Владивостоке. Однако поселили детей на обычной базе отдыха «Нептун». Провезли их мимо лагеря «Жемчужина», и почему-то приморские власти развернули автобус, повезли на обычную базу отдыха. То есть база отдыха для обычных людей, то есть неогроженная территория, доступ свободный, транспорт любого. Люди приезжали на пикники выпить и отдохнуть, как положено, за свои деньги. Они имеют на это право. Но детям, естественно, там было не место. Узнав, в каких условиях оказались их дети, родители забили во все колокола. После того, как публикация с этой историей появилась в инстаграм-паблике «Камчатка онлайн», лагерной неразберихой заинтересовалась и прокуратура. Камчатское и Приморское надзорные агентства сразу же организовали совместную проверку, побывали сотрудники контролирующих органов и на самой базе отдыха, куда поместили детей. Как так вышло, что вместо обещанного здоровительного лагеря дети оказались на базе отдыха? Производилась, оказывается, в лагере «Жемчужина» санобработка. Была пересменка. Одна смена уезжала, другая, значит, приезжала. И вот наши дети на время были поселены на эту базу отдыха «Нептун». 29 детей на обычной базе отдыха с доступом для всех желающих вместо огороженного лагеря со всеми причитающимися делами – режимом, досугом, питанием, присмотром и так далее. Интересная схема. А заранее распределить потоки отдыхающих детей, чтобы им не пришлось пережидать пересменку и дезинфекцию где-то в другом месте? О таком в руководстве «Жемчужины» выходит не слышали. За комментарием скандальной истории мы обратились в Краевое министерство счастья. Как руководитель этого лагеря говорит, что этот лагерь перепрофилируется на лето как лагерь. И документы у них сегодня все есть. То есть взрослые там не отдыхают сейчас? В теории нет. Но вот сейчас мы были там, допустим, наш сотрудник. То есть именно на самой базе, в самом там помещении взрослых нет. Территория, так как есть незакрытая одна часть, то есть дети, естественно, могут выйти. У нас точно так же наши лагеря, которые здесь на Камчатке, они же тоже работают, получается, зимой, осенью они работают как базу отдыха, а тот же самый Альбатрос. А в какой-то период они сдают документы, перепрофилируются. Сейчас летом там только дети. Только лагерь. Юридически это у них один единый получается лагерь. В теории отдыхающих взрослых там быть не должно. Но на практике, по словам детей, ситуация иная. Да, мам, а Нептун – это база отдыха для людей. Там были отдыхающие люди. Были. Они жили в соседних домиках. Они жарили шашлыки. Да, это база отдыха. Специально это не предназначенный лагерь. Это база отдыха. Слова мальчика подтверждает и видео, снятое детьми на пляже базы отдыха. Вот этот мужчина у мангала и прогуливающаяся вдоль берега взрослая женщина. Мало похожа на подростков. Хотя, возможно, это вожатые или воспитатели? История умалчивает. Как бы там ни было, спустя несколько дней после заселения в Нептун, детей наконец-то переселили в жемчужину. Но то, что пережили за эти четыре дня родители детей, описать сложно. Очень много было действительно недосказанностей изначально. Нас как родители не ставили, не оповещали. Нас не вели полностью в курс дела. Даже на элементарном таком периоде, что сопровождающие, которые вылетали отсюда, с Петропавловска, и должны были, как мы думали, сопровождать их в пути. Вот нам сказали, будут сопровождать их в пути. А оказывается, путь у них был только до Владивостока. То есть во Владивостоке, в аэропорту. Они передают детей стороннему человеку, водителю, передают документы детей. Там есть какой-то, видимо, представитель от лагеря. И дети едут три часа с аэропорта до местоназначения самостоятельно. Прокуратура, когда приходила в «Нептун», спрашивала у вас, поселились дети из Камчатки, где посмотреть их условия, как с ними ознакомиться. Они открывают документы, а у нас их нет, детей нет. То есть они числятся у нас в «Жемчужины» документально. И вот этот «Нептун», он тоже документально, это «Жемчужина». Но дети проживают, по факту, получается, на базе отдыха. То есть до юра здесь на Камчатке все хорошо, а де-факто мы повторно собираемся в министерстве и решаем вопрос. К концу недели свою проверку по этой ситуации завершила и Большекаменская межрайонная прокуратура. В нарушении требований действующего законодательства дети были размещены на базе отдыха, не включенной в реестр организации отдыха детей и их оздоровления. По данным фактам, межрайонной прокуратурой в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении по статье 14.65 КОАП нарушение законодательства Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей. Также в ходе проверки выявлено нарушение санитарно-эпидемиологического и противопожарного законодательства, в связи с чем в отношении индивидуального предпринимателя межрайонной прокуратурой возбуждены дела об административных правонарушениях по статье 6.6 КОАП нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения и статье 20.4 КОАП нарушение требований пожарной безопасности. Что касается лагеря «Жемчужина», где сейчас размещены дети, то по данным прокуратуры он включен в соответствующий реестр и имеет положительное экспертное заключение о соответствии помещений, предназначенных для проживания детей санитарно-эпидемиологическому законодательству. В Министерстве соцразвития сейчас готовы вести работу над ошибками. Там говорят, что с этим лагерем Камчатка сотрудничала впервые и теперь предстоит ввести с его руководством претензионную работу. Вы как мама как бы отреагировали на такие новости? Естественно, я бы тоже переживала однозначно. Я такая же мама, у меня такой же ребенок. У меня дети, мой ребенок ездил три раза в пионерский лагерь, три раза я его оттуда забирала по разным причинам. То мы заболели, то у нас какие-то проблемы начинались. Поэтому, конечно, я очень их прекрасно понимаю. И, естественно, это... Единственное, в чем я понимаю, что сегодня, конечно, мы учимся на этих ошибках, что нам необходимо обязательно быть в одной, наверное, группе. Сегодня это удобно оперативно решать эти вопросы. И если бы мы, конечно, находились все в одной группе, наши специалисты бы кто-то где-то не потерял связь, то это, может быть, гораздо быстрее бы решено было бы. Может быть, это было бы не в воскресенье, бы вылетел специалист рано утром, а в субботу еще утром бы вылетел. Потому как эта ситуация началась с пятницы, с вечера, получается. Но на будущее мы теперь понимаем и знаем, что теперь, конечно, у нас будут и наши специалисты выезжать. И мы будем более такую, скажем так, четкую связь держать. Все мы учимся этим опытом. Ну, единственное, что хочется сказать, наверное, что такие опыты, которые связаны с детьми, конечно, они не лучшие, но однозначно для нас, для всех это прям огромный будет опыт, который мы понимаем. Нам эта ситуация дала сесть и снова разложиться по полочкам, посмотреть, что где, не дай бог, в какой-то момент может, скажем так, прерваться эта вот непосредственная цепочка. Поэтому сегодня мы более, скажем так, вдумчиво, ответственно и с пониманием, с тем опытом, который у нас сегодня есть, мы будем именно относиться к лагерям, которые у нас находятся за пределами. Потому что мы видим сегодня прекрасно, и не секрет ни для кого, что одно дело на бумаге, и когда оно все чисто на бумаге, другое дело, когда мы находимся на месте. Хорошо, что родителям, да и тем, кто всем сердцем переживал за развитие этой истории, можно выдохнуть и успокоиться. Довольные дети присылают мамам и папам видео с жемчужиной, где у них кипит настоящая лагерная жизнь и наслаждаются отдыхом. Пусть так будет и дальше. Смена у ребят продлится до 26 августа. Самым неоднозначным и спорным событием этой недели можно назвать способ парковки, который выбрала автоледи в городе Ельзово. Оставив свой автомобиль на проезжей части у тротуара, дама отправилась обедать. Что творилось в комментариях, мне не пересказать даже за все время программы. Было много обвинений в скудаумии, незнаний правил, бесчеловечность и эгоизме. В общем, если интересно и не знаете, как скоротать вечерок, заходите в комментарии под этим постом в Камчатка онлайн. Почти 200 комментариев на любой вкус и позицию в этом вопросе. Права автоледи или не права? Можно ли ее наказать за нарушение правил дорожного движения? Или она с ювелирной точностью вклинилась в допустимые административные рамки? Рассудить всех попытался даже представитель одной из автошкол. И что вы думаете? Нет, ему это не удалось, потому что правильно, не по-людски так парковаться. Но мы-то люди вдумчивые, мы читать любим, поэтому решили открыть в очередной раз правила дорожного движения и посмотреть, кому там и что можно. Так вот, многие ссылались на пункт 12.4, запрещающий остановку. И им тут же парировали, мол, сплошной-то линии разметки нет. Но в этом пункте есть и продолжение, уточняющее, что остановка запрещается в местах, где расстояние между противоположным краем проезжей части и остановившимся транспортным средством менее трех метров. А в случае с припаркованным авто оставались ли там эти пресловутые три метра? Мы решили провести журналистский эксперимент. Выехали на место, предусмотрительно прихватив рулетку, припарковали авто, как на видео. В общем, мы не успели измерить расстояние, как тут же два водителя вместе Х не смогли поделить дорогу. Начался скандал, образовалась пробка, водители нервничали, недоумевали. Но все же вроде было по правилам. Сегодня у меня случилось такое неприятное происшествие на дороге. Случилось оно вот в районе Кахна-Таприка, в городе Елизово. Случилось все из-за припаркованной машины, которая стояла на аварийках на проезжей части. Собственно, что я начала ее объезжать. Навстречу мне ехал мужчина, который решил, что я нарушаю правила, что я должна была его при всех обстоятельствах пропустить. Но так как я уже проехала половину припаркованной машины, я решила проехать дальше. На что мужчина меня подпер, и мы, значит, с ним немножко поругались. Поругались аж до вызова полиции, потому что сильно не сдержанный мужчина не только оскорблял оппонентку, но и догадался пнуть ее машину. А виной всему что? Конечно, если исключить нервное напряжение водителей. Правильно припаркованное авто, которое вроде бы и стоит по правилам, но при этом создает столько проблем, что водителю еще долго свою карму чистить придется. И вот стоит ли это? Я права. Таких проблем для окружающих. Отдельный привет хочется передать защитнику той самой автоледи из первого поста, который, требуя немедленно удалить видео, я раз написал в директ паблика Камчатка онлайн то о жизненных обстоятельствах, то о человечности. Тоже считал, что да, моего сердца встала нехорошо. Но весь свой горячий пыл решил обратить на администратора паблика. Ну, что же вы так? Сгорел сарай, гори и хата. Видимо, именно так решил камчатский министр природы Алексей Кумарьков, который напрочь забыл о правилах поведения чиновников в соцсетях и сейчас развлекается на полную катушку. Глава природного ведомства находится в отпуске и не забывает публиковать в соцсети фоточки. При этом министр Бунтарь не стесняется в выражениях. Вот, например, фото у знака при въезде в город Петровск-Забайкальский. Его Кумарьков сравнил с пятой точкой. Именно об этом гласит подпись. А вот групповое фото, на которой министр стоит в футболке с надписью, которую нельзя показывать по ТВ. Переведу на более приличный язык. На футболке у Кумарькова аналог слова «плевать». А вот еще одна публикация министра. Лично меня она привела в некоторое оцепенение. В ней Кумарьков рассуждает на тему того, сколько места займут все люди планеты Земля, если их всех измельчить и скатать в шарик. Пост о большой фрикадельке из людей может натолкнуть на мысль, что слишком хорошо Кумарькова отдыхается в отпуске, отчего он забыл о том, что он все-таки публичный человек и представитель власти. Но нет же, нередко под новостями в соцсетях, связанными с природными проблемами, можно встретить откровенно хамские грубые комментарии от официального аккаунта Министерства природы. И либо их пишет сам Кумарьков, либо подчиненные берут пример с шефа. Здесь невольно вспоминается история о недолгой карьере министра туризма Натальи Максименко, которая на всю Россию прославилась благодаря своим неосторожным выражениям в соцсетях. Пост про токсичных людей и прочий сброд серьезно подмочил ей репутацию. Что касается господина Кумарькова, то как только к его публикациям проявили интерес журналисты, то страничку свою он подчистил. По крайней мере, исчез пост про Петровско-Забайкальский и Пятую точку. Но скрины помнят все. А я напомню, что с этого года за официальными страничками чиновников в соцсетях идет строгий контроль. Еще в апреле Свет увидела распоряжение правительства, в котором прописаны правила создания и ведения аккаунтов работников правительства. Ник в аккаунте должен соответствовать имени и фамилии его владельца, то есть никаких выдуманных имен и псевдонимов. Здесь у Кумарькова все хорошо. Насчет аватарки. Никаких цветочков и котиков. Только фото и не просто селфи, а фотография в деловом стиле. Судя по аватарке министра, и на эти правила ему плевать. Качество образования, возвращение смертной казни, Камчатский акцент и выборы 2021. Небольшой обзор свежих опросов Камчатского рейтингового агентства КамТОП. Давайте посмотрим, о чем спрашивали на этой неделе камчатцев и что они думают обо всем этом. Оценить качество образования попросили камчатцев. 91% опрошенных считает, что оно в последнее время упало. Стоит ли отменить мораторий на смертную казнь? Большинство респондентов выступает за. Идете ли вы на осенние выборы? Здесь ответы поделились примерно поровну. И на десерт, есть ли у камчатцев свой акцент? Ну нет, конечно, говорят 76% респондентов. А как считаете вы? Еще больше соцопросов ищите в аккаунте КамТОП в Инстаграм, подписывайтесь и принимайте участие. Важно мнение каждого. И на этом у меня все. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова